Шерлок Холмс, доктор Ватсон и молодой сэр Генри, наследник Баскервилли, который может погибнуть от когтей страшного чудовища на болотах своего же поместья. Для нас основной задачей было именно найти подход к детективному жанру на музыкальной сцене, то есть сделать так, чтобы это все было органично, логично, чтобы артисты могли существовать в образах, чтобы были какие-то новые подходы и решения к давно известным персонажам, например, Шерлок Холмс, доктор Ватсон. У нас такая постановка, ну на моем веку, 12 лет я работаю, такая постановка у нас первая в театре, и это очень интересно и очень сложно, потому что материалы нам не свойственны, у нас обычно много музыки, мало текста, а здесь обилие текста, очень много материала, и очень интересно разбираться во всех этих линиях, к чему это приведет, и главное не выдать себя в самом начале. Кальки с классики не будет, уверяет режиссер. Сейчас идет репетиция спектакля, но уже понятно, что на сцене мускомедии история будет больше комедийной, чем драматичной, ведь и Конан Дойль любил счастливые финалы. Юмор в детективной истории придал постановке особый колорит. Английский юмор, он весьма специфичен, потому что там именно юмористическое зерно, оно зачастую как бы лежит не столько в самой шутке, сколько в ее отыгрыше и в окружающей как бы обстановке. То есть, ну вот даже если мы вспомним там знаменитый такой, да, на поверхности лежащий эпизод с мистером Бином в аэропорту, там, как раз пистолет. В спектакле, в отличие от жизни, работа детектива превращается в увлекательную игру, в которую включаются даже те, кому, казалось бы, не стоит. По книгам нет. По книгам я представляла ее достаточно чопорной, такой, очень строгой, дипломатичной. Но здесь она у нас немножко другая. Она с придурью, слегка с такой, так как она очень долго живет вместе с мистером Холмсом. Она научилась у него вот этому методу дедукции и сама может раскрывать преступление. Мюзикл состоится 19, 20 и 21 июня. Билеты на премьерные показы уже раскупили. По мнению директора мускомедии, такой успех спектаклю обеспечила знакомая зрителям название. То, что билетов нет, говорит о том, что наверняка в сезоне к нему будет интерес к этому спектаклю. И он определенное время, как минимум, проживет. Небольшое время, несколько лет назад он написан. И мои, можно сказать, друзья, уже Егор Шашин и Евгений Муравьев, они мне предлагали постановки. Так, лежащий несколько лет на полке текст мюзикла, наконец, ожил на сцене. Специально для него написали музыкальные произведения, но прозвучат и мелодии из фильма. До премьеры два дня и билетов нет. Но желающие попасть на постановку смогут увидеть ее в следующем сезоне. Пора бронировать места на сентябрьские показы. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.